Нужно нам убрать с вами морковку и тыкву из рациона абсолютно полностью. Татьяна из тех людей, кого называют трудоголиками. На первом месте в жизни у нее любимая работа. Лечить малышей пришла в детскую поликлинику номер один, где ее уже ждали. Здесь и осталось на 12 лет. Кстати, стать врачом мечтала буквально с рождения. Началось все с банального любопытства. И кукол лечили, и лягушек ловили, и ножки изучали, и брюшко изучали. И все гусеницы лапки считали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот. Не каждый возьмет и начнет смотреть. Я помню, когда этот ворох гусениц или червячков ты тащишь, да, а тут что, а там что, а где глазки. Ну, некоторые, ой, фу, это что там у тебя в руках. А мне было это интересно. Интересы и любопытства переросли в профессию, а профессия – в жизнь. За день Татьяна принимает 50 и даже больше ребятишек. А потом уже дома консультируют родителей пациентов. Есть ватсапы, у нас есть интернеты. Это проще, может быть, даже в плане связи с родителями и контроля. Потому что контролировать стало легче. Всегда можно написать, узнать, что, как, что-то изменилось, подкорректировать лечение, да, и уже на следующий день посмотреть ребенка. Но, как говорится, не работа единая. Татьяна с супругом воспитывают двух дочерей. Одна, к слову, уже мечтает связать свою жизнь с медициной. Конечно, есть у доктора и любимое хобби – рыбалка, фигурное катание, а также путешествие с семьей. Ну, вы знаете, вот мы буквально, вот у нас был тур в 11 тысяч километров. Мы ездили в Крым, туда и обратно. На машине. Мы приехали буквально, вот мы, два дня назад. В прошлом году Татьяна Шелестова победила в Крымом конкурсе «Лучший врач года». Но родители малышей безо всяких дипломов и званий знают, что это самый внимательный врач на свете. Есть с чем сравнить. Общались и с педиатрами нашей поликлиники, и с педиатрами частных детских клиник. И, в общем-то, нам нашу Татьяну Леонидовну не заменит никто, потому что ребенок обнимается, к ней приходит. Ни разу за все вот четыре года почти мы не усомнились в ее назначениях. Всегда только положительная динамика. Благодарственные письма и признание от руководства – факт всегда приятный. Но в ежедневной работе педиатра Татьяны Шелестовой и завтра ничего не поменяется. С утра и до позднего вечера она вновь будет принимать пациентов. Татьяна Голубева, Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.